Всем привет, друзья! С вами Иной. И сегодня я поделюсь с вами самыми интересными новостями прошедшей недели. Разработчики BlessOnline вышли из-под завесы молчания и провели свой первый DevTalks или разговор с разработчиками. В своем интервью они поделились планами по переработке проекта. По словам игрового директора проекта J-Hoon Joona, команда NeoViz сконцентрировалась над изменением некоторых умений персонажа. В частности, при создании группы на нее будет вешаться особый баф, который будет зависеть от состава группы. Особое внимание команда уделяет пользовательскому интерфейсу и опыту взаимодействия игрока с окружающим миром. Сюда входит и полная переработка интерфейса, создание комбо-скиллов, позволяющих проводить серию ударов более эффективно, а также прогрессивную систему улучшения боевых навыков. Проект все активнее смотрит в сторону Европы и Запада, где они очень хорошо относятся к гринду. Поэтому студия NeoViz разрабатывает новые игровые активности, позволяющие игроку отключиться от набора уровней и пересесть на развлекательную часть контента. По словам J-Hoon, это позволит разрушить череду повторяющихся событий и немного расслабиться в развлекательной части контента. А такой планируется как для PvE, так и для PvP. Основным камнем преткновения в Bless Online всегда была оптимизация, и разработчики уделяют ей особое внимание. Получится у них это или нет, узнаем нескоро, потому что J-Hoon просит чуть больше времени для доработки проекта. Еще один амбициозный проект канул в лету. Компания Epic Games, работавшая над мобой Paragon, сообщила, что 26 апреля проект будет окончательно закрыт. Прямая цитата от разработчиков. После долгих раздумий и обсуждений мы не смогли наметить для Paragon четкий путь развития, который сделал бы из игры жизнеспособную моба с достаточным количеством игроков. Paragon был многообещающим проектом, но нас подвело исполнение, а мы в свою очередь подвели вас. Несмотря на то, что вся команда трудилась изо всех сил, и из-за этого мы просим свои извинения. Конец цитаты. Далее Epic Games предлагает возместить те средства, которые игроки потратили на проект. 26 апреля 2018 года сервера игры будут отключены. В MMORPG Final Fantasy 14 завезли крупный патч 4.2 под названием Rise of New Sun. Разработчики провели ребаланс некоторых классов, добавили награды за прохождение некоторых игровых активностей, а также ввели новые участки домовладений, рассчитанных на компанию от 4 человек. С патчем прилетел и новый мини-конкурс Fashion Report, который будет проводиться еженедельно и с разными заданиями. Участие в конкурсе позволит открыть новые предметы в магазине. Любители PvP контента ждет новая карта Crystal Tower со случайно расположенными стенами, а для любителей помодничать в гостиницах появится комод Glamour Dressers для перманентного превращения одежды в гламур. В патч уже установлены игровые сервера, так что спешите затестить. Игровой портал WCC F-Tech взял интервью у генерального директора Booming Games Кси Ванга, создателя амбициозной средневековой MMO Conqueror's Blade, DBT которой состоялось 26 января. Господин Ванг поделился планами на будущее проекта. В частности, было озвучено, что над проектом работает 100 человек, но команда постоянно расширяется. Также студия определяется системой монетизации игры, но вероятнее всего она становится на небольшом премиуме и внутриигровых покупках. При создании проекта разработчики вдохновлялись такими играми как Age of Empires, Total War и Mountain Blade. Мир Conqueror's Blade реально большой и составляет более 5000 квадратных метров. Перемещение между локациями является бесшовным большую часть времени, а загрузка появляется только тогда, когда вы идете через проход. О каком проходе идет речь пока непонятно, но надеюсь, что это не тот, через который шел проект Blast. Все больше разработчиков заморачивается влиянием погодных условий на боевку игры. Такие инновации не обошли и Conqueror's Blade. Например, во время дождя мушкетеры будут давать осечки, а во время тумана или песчаной бури дальность видимости NPC уменьшится. За графическую составляющую игры отвечает собственный движок компании Chaos, который отлично справляется с динамическим изменением мира, а также позволяет эффективно имитировать огромное количество персонажей и сцен в широких масштабах. Игра планируется и для консолей, но пока что команда сфокусирована на детальном завоевании рынка PC игр. Напоминаю, что ЗБТ проекта стартовала 26 января и продлится неделю. Главной целью ЗБТ является проверка стабильности серверов. Полный релиз проекта запланирован в 2018 году. Также разработчики обещали, что игра выйдет в Steam. Это были ключевые новости прошедшей недели, а с вами был Иной. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и делитесь новостями в своих игровых сообществах. Всего вам доброго и отличной недели! Пока-пока!